И еще об одной ярмарке, которая прошла в рамках празднования Дня города и района. Она интересна не столько представленными на ней товарами, сколько людьми, принимающими в ней участие. Многие из них являются хранителями древних народных промыслов, которые в век компьютеров и 3D-технологий постепенно исчезают. Оттого такие выставки прикладного творчества и народных промыслов с каждым годом становятся только ценнее. Город мастеров расположился по улице Красной. В течение двух дней жители и гости Славянска могли наслаждаться лучшими работами мастеров прикладного творчества. Глиняная деревянная посуда, вышитые рушники, необычные картины и украшения – все ручной работы и в единственном экземпляре. Здесь можно было не только приобрести яркий необычный сувенир, но и поучаствовать в мастер-классах. На кончарном круге собственными руками сделать чашку или узнать о при желании и попробовать освоить древнюю профессию. Резчика по дереву. Народный умелец из Абинска Алексей Валявка с удовольствием делился секретами своего мастерства. Дерево люблю, разные породы, начиная с липы, самое простейшее. Потом у нас здесь богатый край в отношении древесины – ясень, дуб, бук, орех, абрикосы. Все это годится для работы. Каждая древесина для своего. То есть что-то можно сделать – лопаточку, что-то ступочку, где-то вырезать какую-то вещь, работу. И украшения, скульптурки какие-то делаем. И кухонные принадлежности – ложки, лопатки. То, что востребовано у людей, то, что пользу приносит. Мастер настолько увлечен своим ремеслом, что даже во время интервью не переставал работать, создавая очередную оригинальную поделку. Всегда режем, работаем, что-нибудь вырезаем. Вот на данный момент вырезаю баньку у товарища Сереги. Вот так вот. Будет Серегина банька именная. Славянск нам нравится здесь очень хорошо. Привет, люди такие доброжелательные. Праздник проводят организаторы хорошо. Всегда приглашают. По несколько раз позвонят. С местом определят. Все-все хорошо. Также работает с деревом столяр-ремесленник Игорь Узгорский. В его руках простые бруски дерева превращаются в детские игрушки. Лаконичные по форме, но богатые по содержанию. Благодаря их простоте и незамысловатости у ребенка лучше развивается фантазия и творческие способности. А сама игрушка радует не только детей, но и взрослых. Жизнь сложна. Хочется что-то такое сделать, чтобы радовало и себя, и других. Вот вы на меня смотрите, улыбаетесь. Знаешь, получается от этого удовлетворение. Так само и я, и многие окружающие. Ведь этого всего, что здесь есть, в принципе, никто не делает на Кубане. Это собственная разработка. Частично там подсмотрел, там и собрал все воедино и сделал какое-то изделие. Кстати, на ярмарке было очень много детских игрушек, выполненных с помощью разных техник. Сшиты из материала, сделанные из глины или соломы, а также связанные руками мастериц. Наша землячка Татьяна Косицына в ярмарках участвует не первый год. Оказалось, вязаные куклы, медведи и сказочные персонажи пользуются большим спросом у современной детворы, уже уставшей от бездушных пластиковых игрушек. Я вяжу крючком уже очень давно, но игрушками занимаюсь больше года. Вязание игрушек приносит радость не только мне, но и детям. Деткам очень нравятся вязаные игрушки. Они дарят им теплоту. Несмотря на древнюю историю, народно-прикладное творчество продолжает развиваться. Появляются новые технологии, новые техники работы, удовлетворяющие веньям современного мира. Мастерица Елена Гришанова из обычных веточек, колосков и растений создает дизайнерские украшения для дома. А вот Галина Беликова занимается флористикой, но не совсем обычной. Ее букеты не только очень красивые и оригинальные, но и вкусные. Всегда очень любила творчество. Чисто случайно наткнулась в интернете на букет. Он меня настолько поразил и захотела сделать сама. И вот начала сначала друзьям дарить, и видя реакцию людей, вот эти вот эмоции, вау-эффект, я начала думать, почему бы мне не заняться вот этим вот всерьез. Признание людей мне дает какие-то крылья, силы. Хочется творить больше, больше, больше всего-всего, поэтому собираем из всего, что можно скушать. Даже из уролов у нас есть букет. В ярмарке «Ремесел» приняли участие около 150 прикладников из Краснодарского края, а также Нижегородской, Вологодской и Владимирской областей, Ставропольского края города Белгорода, Ростова-на-Дону и Республики Дагестан. Посетители выставки смогли познакомиться со всем многообразием народного творчества разных уголков нашей страны. Много всего интересного, особенно когда ручные делаем сами. Деткам очень интересно. Я сегодня сделала пиалку своими руками, и я сегодня увидела много чего интересного, красивые украшения, ручные подделки также, и еще много всего интересного. Выставка «Ремесел» стала культурной площадкой, где можно было увидеть настоящие шедевры авторского искусства, а также приобрести эксклюзивные сувениры на память о праздновании 95-летней годовщины Славянского района и города Славянска-на-Кубани. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Праздничный выпуск программы «События».